Бисмиллахи рахману рахим, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля Расуллах. Можно ли женщинам посещать кладбище? Посещение кладбищ желательно, то есть сунна для мужчин и нежелательно для женщин, за исключением могил пророков, ученых богословов, аулия, то есть праведников, и близких родственников с соблюдением религиозных предписаний. Более того, посещать их могилы считается для женщины желательно. Важно учесть, что женщинам запрещается без сопровождения мужа или другого махрама, то есть близкого родственника, как, например, отец или брат, посещать кладбища, расположенные за пределами населенного пункта. В хадисе, переданном имаму муслимам, говорится, что пророк, саляллаху алейхи вассаляма, сказал, Аллах проклял женщин, посещающих кладбище. Но этот хадис касается только тех лиц, которые посещают кладбище для причитаний, плача и воплей на могилах, что свойственно некоторым женщинам. Аль-Хафиз ибн Хаджар считает, что женщинам нежелательно посещать кладбище, если в этом нет смуты, то есть фитны, а если есть, запрещено. Такого мнения придерживается и большинство ученых, так как оно подкреплено хадисом, переданным от Анаса, в котором рассказывается, что пророк, саляллаху алейхи вассаляма, проходил мимо женщины, которая громко оплакивала своего покойного родственника. «Бойся Аллаха и проявляй терпение», — сказал он, чтобы женщина прекратила вопли. Насчет посещения ею кладбища пророк, саляллаху алейхи вассаляма, промолчал, что свидетельствует об одобрении им этого действия. Известно, что пророк, саляллаху алейхи вассаляма, никогда не молчал, когда видел порицаемое. «Следовательно, если посещение кладбища было бы запретно, то пророк, саляллаху алейхи вассаляма, сделал бы замечание этой женщине». Подкрепляет это мнение и хадис, переданный от муслима, в котором рассказывается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, посетила могилу своего брата Абдурахмана. И у него спросили, разве пророк, саляллаху алейхи вассаляма, не запрещал посещение могил? Она ответила, что запрет был в начале, а после пришло разрешение. «Валлаху алейхи вассаляма, алейхи вассаляма».